Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда, 19.30, в эфире национального телевидения, программа «Один из нас». И один из нас сегодня решил, ну, в легкой степени, так, дилетантски, очень поверхностно углубиться в науку. Повод официальный для нашего сегодняшнего собрания – это, конечно, отшумевшая на основных лентах новость о том, что, дескать, по некоторым сообщениям и так далее, и так далее, исконный якутский бренд северного мамонта может перекочевать куда-то в Бурятию. И буквально позавчера, опять же, в новостях на этой неделе прозвучала новость о том, что в селе Ой найдены остатки мамонта, и сейчас там работает довольно такая организованная группа наших сегодняшних собеседников. И давайте о якутском мамонте, какие вопросы стоят, что следует понимать для того, чтобы, ну, хотя бы в легкой степени поверхностно, дилетантски, но вникнуть в суть вопроса. Мы начинаем. Ну, все-таки я спровоцирую, а при чем тут Бурятия? То есть, я не понял своих коллег, я не понял, может быть, какую-то общественность и так далее. Может, это очередная какая-то страшилка о том, что китайцы взяли, дескать, якутские национальные узоры, все перетащили к себе и так далее, и так далее. Наверное, при чем тут Бурятия, при чем тут предмет нашего сегодняшнего обсуждения? Кто он начнет? Ну, давайте я начну для начала, для затравки. Да. Как старший и по возрасту, и по, так сказать. Суть в том, что вообще вот то, о чем вы сказали, вот в частности про Бурятию, здесь надо подходить, во-первых, с двух позиций. Ну, это есть причины, будем говорить, субъективные, которые рассматривать особо не нужно, и есть объективные причины, по которым та или иная территория, народ или там государство имеет право на какой-то бренд, на какой-то, значит, символ. Вот, если взять нашу республику, то для нашей республики, конечно, мамонт, мамонтовая фауна, это является одним из таких элементов имиджевой политики. Почему я так говорю? Очень сильный элемент, кстати. Очень сильный. Да, потому что вообще объективно, если посмотреть на все, что сейчас есть, фактически на земном шаре больше нет такой территории, как наша территория нашей республики, где бы было такое количество и такое качество высокое находок, именно находок не только мамонтовой пости, именно мамонтовой бивни, ну и объектов мамонтовой фауны. Я почему говорю объектов, потому что, ну, мои коллеги подтвердят, мамонт это, конечно, это интересно, мамонт, но одновременно с мамонтом сохранилось очень много той фауны, которая обитала в этих же местах в этот же период. Это и копытные, это и хищники, это и грузины, поэтому это большой набор. Значит, почему на нашей территории именно вот такое богатство? Просто для этого есть, во-первых, определенные палеогеографические условия, на которых, в результате которых здесь было много этой мамонтовой фауны. Ну и второе, конечно, это мерзлота, как мы говорим, вечная мерзлота, которая позволила этому сохраниться. И вот с самого начала я должен сказать, что вот на этот вопрос, о котором сегодня вы говорите, значит, очень серьезное внимание обратил глава республики Егор Афанась еще в 2011 году, где он четко поставил задачу перед Академией наук, у нас есть отдельное госзадание, значит, отработать возможные и невозможные пути, чтобы сделать республику международным, мировым центром по изучению мамонтовой фауны. А кто еще претендует, кроме вот Егор Афанасьевича? Мы понимаем, что у нас трава, травянистия, мамонт, мамонтистия, но есть же еще... Нет, вот вы очень правильно задаете вопрос. Когда мы с Егором Афанасьевичем обсуждали этот момент, он говорит, почему все конференции научные, касающиеся мамонтовой фауны, проходят где-то в европейских странах, в Америке, в азиатских странах, и почему у нас мы это не проводим? Почему основные научные, детальные изучения мамонтовой фауны происходят где-то в Китае, в Японии, в Южной Карине, во Франции, в Америке в той же, да? Почему здесь нет? И вот тогда, значит, нами, всем нашим научным сообществам была разработана, ну, как бы такая дорожная карта. Как все-таки прийти к тому, чтобы республику, весь мир воспринимал, как именно центр изучения мамонтовой фауны? Значит, прежде всего, это, конечно, средство массовой информации. Нужно, чтобы весь мир знал, что в республике мамонтовая фауна в очень хорошей сохранности, очень много объектов. Вот для этого в Академии наук был открыт мамонтовый портал. Сейчас этот мамонтовый портал работает. Это такое международное, фактически, сообщество внутри этого мамонтового портала, где мы размещаем всю информацию о новых находках, о музейных экспонатах. Этот мамонтовый портал работает. Второй момент, очень важный момент, это создание условий в республике для того, чтобы все мировое сообщество, и мы все участники этого процесса, могли здесь изучать эту мамонтовую фауну. Для этого нужно, фактически, вот построить криохранилище, где бы мы все объекты могли собрать с сопутствующим лабораторным оборудованием, и все ученые мира могли бы приехать сюда и здесь изучать, а не увозить куда-то к себе. Вот это очень важный момент, и мы, кстати, по этой части отработали, но все идет пока не так хорошо и не так быстро, как нам хотелось бы. И третий момент, очень важный момент, это, конечно, сбор мамонтовой кости. Вот это очень важно, потому что, помимо научного интереса в этом сборе, это, несомненно, социально-экономические вопросы. Это бизнес, доход населения нашей арктической зоны. И без решения этого вопроса, без организации сбора, я думаю, мои коллеги расскажут, я и так, в общем-то, обозначил основные моменты. Да, вот насчет доходности мы обязательно остановимся отдельно, да, потому что буквально позавчера проходили парламентские слушания по повышению доходности как раз жителей арктической зоны, да, в котором говорили, что рыба, оленина, дикоросы, это фактически единственная статья дохода. Ну, не следует упускать еще и, скажем, такое явление, как сбор и продажа мамонтовой кости. Но вот я насчет того, что трава у нас зеленее, небо голубее и так далее. А почему северо-западные и те же территории, Северной Америки, да, они не сильно претендуют так, как мы претендуем? А очень просто. Вот если взять, допустим, географическую территорию той же Аляски, то там довольно горный рельеф, и там, ну, коллеги подтвердят, мамонты жили по отдельным руслам рек. Там не было такого площадного... Ну, распространение вот так называемых плистоценовых отложений, которые, в общем-то, у нас очень широко распространены. И тем более, вот, период оледенения, да, в общем-то, здесь были серьезные такие, значит, благоприятные условия, когда, значит, количество объектов, ну, мамонтовая фауна, было намного выше, чем в других регионах. Ну, там, например, в европейской части, там, значит, были оледенения же, большие, крупные, значит, материковые. А у нас такого материкового оледенения не было. Поэтому вот благоприятные условия. Второе, значит, вот то, что мы говорим, вечная мерзлота одновременно в то время находилась. И вот я в своей научной работе, значит, да, там вот захоронение, вот остатков, очень быстрое захоронение в связи с тем, что у нас были так называемые коррегеноловые отложения, вот верхнеплистоценовые отложения. Они же временами, хотя 2 миллиметра в год считается, а какие-то объекты, значит, да, ну, какие-то ландшафты, они бы очень быстро накрывались. Потому что, ну, периоды непогоды, там, и так далее, естественно, они находились в каких-то ущельях, в низинах, там, и так далее, и так далее. В историческом плане, вот, да, после выхода русских, хотя считается, вот, Мусин Пушкин писал о том, что, значит, до прихода русских даже, мамонтовые обивины, в общем-то, поставлялись в Китае еще в то время. А с приходом, вот, открытием Новосибирских островов и так далее, это очень быстро распространилось. И по существу, это сбор мамонтовой кости является традиционным природопользованием местного населения. Вот. Я вот эту часть отстаиваю и считаю, что, в общем-то, попутный сбор в процессе традиционной хозяйственной деятельности должно быть узаконено. У нас сегодня, значит, федеральным законодательством о недрах, она, в общем-то, не отрегулирована таким образом, чтобы, во-первых, она не полезна и ископаемая, естественно, нет налога на допущие полезных ископаемых, поэтому нет ни учета, сколько там добыли и так далее. Вот на, как бы, сегодня, скажете, у одних и тех же, значит, цифры разные. Поэтому, значит, по этой части она идет под ведомственным документом порядок рассмотрения заявок на сбор палеонтологических и геологических коллекционных материалов, да? И, естественно, она по налоговому законодательству не подлежит, значит, налогообложению. Процесс идет, хотя вот 300 лет добывает. Ну, в основном, вот, до 2014 года порядка 20-25 тонн поставлялся на Якутской ярмарку. Это в то время щепу не собирали. Собирали конкретно хорошие, значит, экземпляры. Вот. После советской власти, в течение до, почти до 80-го года, на него никакого спроса не было. И она, в общем-то, захоронялась. И... А? В 89-м и 90-м годах. Нет, в 79-м году было постановление правительства, и вот север-кварцово-светные начали работать. Вот. Поэтому, значит, сегодня вот вопрос правового, значит, регулирования очень осто стоит. И в свое время я разработал, значит, сначала порядок, а потом закон Республики Саха-Якутия о рациональном пользовании распоряжения мамонтовой кости на территории Республики Саха-Якутия. Она с 2005 по 208 год работала. И мы начали более-менее этого, значит, регулировать. Были конкретные, значит, в том числе установили налог на добыч полезных ископаемых, 5%, минимальный, который по налогу. Хотя, в общем-то, и на, значит... Сколько вот пытались мы на федеральном уровне ее признать полезным ископаемым, отнести общество по сравненным полезным ископаемым и, значит, дать полномочия местным органам, значит, ну, как бы, чтобы налоги поступали к ним. Мы пока не заинтересуем муниципальное образование, у нас Лега, УЛУСы. Этим процессом с Москвы и с Якутской невозможно регулировать. То есть это гикий промысел, да? В принципе, в общем-то, ну, как бы, формально получают лицензии. Лицензию получает, ну, как бы, значит, ИП в основном, да. Это очень формальное явление. Не такое, как даже на отстрел пушного зверя и так далее. Телефонный звонок у нас, давайте мы послушаем. Говорите, Филипп. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы уяснить один вопрос по поводу добычи или сбора мамонтовых бивней. Как мы сейчас прекрасно знаем, на севере активно идет сбор и добыча бивней мамонта и применяются водяные помпы. И получается очень большой ворон экологии нашей республики. По сути, на сегодняшний день в маленьких реках бумываются целые берега. И что вы об этом думаете? И есть ли законодательная база на сегодняшний день по сбору и добычу бивней мамонта? Ну, я продолжу, значит, да. Значит, формально вроде бы, значит, есть. Называется сбор с поверхности без нарушения целостности недр. То, что, значит, там применяют, значит, попы и так далее, это, как бы, нарушение, значит, природаханного законодательства. Но, значит, сегодня по ведомству она разнесена. Вот мы в прошлом году долго добивались полномочий, что передали республике. Передали полномочий только выдать лицензии, значит, принятие решения о выдаче лицензии. Вот только, да. Лицензии выдает орган, не принявший решения. Это управление по недропользованию. Контроль остался за управлением Росприроднадзора, в отделе, у которых 5 человек. Ну, 5 человек, когда здесь другие, значит, крупные объекты, есть недропользование, как они могут там попасть? И за каждым этим ипышником, значит, рассматривать. Больше 400 лицензий сегодня выданы, да? 440 лицензий. Вот. Они расположены по всей Арктике. Вот. Поэтому только, вот я говорю, значит, заинтересованность муниципального образования, полномочий муниципального образования, и по передаче полномочий, вот, например, по контролю тоже республики, которые Министерство охраны природы имеет структуры определенные, значит, да, они могли бы, в общем-то, как-то поконтролировать этот процесс, хотя бы минимально, минимально, да. Вот. Есть нарушение, вот статья нарушения почвы, которые полномочия вроде бы Министерства охраны природы есть. Но в части, значит, контроля за лицензиями у них нету. Потом, чтобы установить порчу нарушения, там целая система же у нас, все по ведомствам разнесено. Ну, насколько я понимаю, все-таки помпу-то вывести на север не каждый, скажем так, не каждый частное лицо сможет, да, но довольно мощный помп. То есть это вполне на такой промышленной основе и вполне, так сказать, с долей предпринимательской хватки и так далее. Ну, вот прямой вопрос, наверное, к вам. Вот использование вот подобного рода техники и так далее, все-таки как оно регламентируется? У вас есть какие-то контакты с другими ведомствами, с тем же пограничной охраной? Ну, здесь у нас в республике работает перед охранным прокурором Международный совет предохранных органов, куда включены и наше ведомство, и субъектовые, республиканские, и Министерство охраны природы, Минпромгеология и ряд других тоже ведомств надзорных. И у нас тоже совместные мероприятия бывают, рейдовые там и другие надзорные мероприятия. Ну, и в этом году тоже планируется. В части управления Роспортнадзором у нас только геологический надзор, то есть в части соблюдения условий выданных лицензий. В части вот соблюдения передохранного законодательства, водного, там, земельных вопросов, это прерогатива Министерства охраны природы республики. То есть те же водонепопы применений, это уже полномочия Министерства охраны природы республики. Я допомню, коллега. Да, конечно. Нет, прежде давайте я скажу, пользуюсь правами дилетанта. Насколько криминализирован данный процесс? Кто скажет? Ну, этот бизнес считается, почему, теневым. Потому что все сделки происходят наличными расчетами, то есть наличными деньгами. Сборщик, продавец бивня мамонта и плюс покупатель. Здесь при осуществлении сделки согласовывается стоимость, дальше расчет ведется наличными деньгами. Основное здесь, я что хочу сказать, местное население занимается сбором. Вот сейчас сказали, что получено 440 лицензий, да? 440 лицензий, но основная масса – это жители наших северных арктических улусов. Вот они, местные жители, они уже знают и местность, и устья, рек, перебережные зоны, у кого-то родовые земли, свои участки. Вот они занимаются сбором, добычей дивни мамонта. Вот здесь получается так, они же находятся вне закона, так как не имеют лицензии. Именно не имея лицензии, продают товар. Товар получается незаконный, не входит в систему лицензирования. Поэтому они, если при утере, например, при утере товара, не смогут обратиться в органы правоохранительные, например, в полицию. Давайте я прерву, и мы вернемся обязательно к тому аспекту, который мы вам просто не дали сказать. Сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как всегда на канале НЛК Саха, только-только мы начинаем разговариваться, входить в тему, и бац, реклама. И мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас, пользуясь своим правом, все хочу знающего дилетанта, пытается влезть в те или иные аспекты, которых он особо и недолго. И вроде бы такая, на мой, опять же, дилетантский взгляд, тухлая, скажем так, тема, мамонтовая, да, обрастает новыми подробностями, которые уже играют на свету, на солнце, уже другими цветами совершенно. И мы для начала давайте возьмем еще один телефонный звонок. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ну, я человек, который занимался добычей этого битвы. Однако не думайте, что там очень прибыльно и легко, и просто. Очень, вот все сидящие здесь люди, вы контролируете. Занимаете притонами. С всякими притонами, которые мешают простому человеку, который нашел, и за него какую-то прибыль получите. Что я хочу сказать. Большой бренд в Якутии было сделано при Экспо-Мамонте в Японии. Понимаете? Это было очень хорошее начало. Господин Потапов Владимир Николаевич, есть такой очень уникальный человек, который в студенческие годы впервые организовал Экспо-Мамонтов во Франции. И до сих пор он работает на эту тему. Вокруг этой идеи было создано и принято решение о создании музея Мамонта. Было забито свая, по-моему, на мой память. Но это дело тоже забылось. Первым выступающим я очень согласен, почему здесь не создается большой бренд для Якутии. Да потому что мы не финансируем эту отрасль. Если бы было заведомо муниципальным образованием выделена определенная сумма денег, когда люди пришли бы и на месте сдавали, вся эта Мамонтовая фауна оставалась бы где у нас у себя. Сохранилась бы и осталась будущим потомкам. Однако сегодня информация о том, что Мамонтовый ливень дает колоссальную прибыль, это блец. Даже об этом вы говорите по центральному телевидению. Это вообще чушь собачья. Поэтому я бы хотел сказать, что люди, которые будут работать, достают этот бивень Мамонта, они предоставят его и оставят Якутии, если оно будет финансировано. Хорошо. Но я не соглашусь с нашим телезрителем. В том плане, что, опять же, еще раз говорю, может быть, я поперек вашей позиции. То, что вообще вся отрасль, все направление должно финансироваться и так далее. Опять же, я немножко недопонимаю, когда говорят, все нужно финансировать со стороны государства. У государства просто не хватит ни денег, ни пять человек, скажем так, работают. Он прав в части того, что, значит, который первый нашел, или который ищет, он не получает таких прибылей. Он правильно говорит. Потому что из многих которых, там несколько человек, ну, несколько групп могут иметь, ну, как бы, находки. Конкуренция большая, да? Нет, нет. Просто не каждый находит. Это же не просто, это иголка в стогу сена. Попробуйте найти тебя, да? Вот поэтому, в общем-то, говорит о том, что, значит, о том, что все там, значит, вот богатые, которые занимаются, на счет этого он правильно говорит, вот, которые имеют лицензии и, значит, покупают там по заниженной цене у тех же, значит, местного населения, они имеют прибыль. Понимаете? Нет. И которые имеют возможность вывезти его. Маржата получается-то на этапе, значит, вот, внутренней цены и внешней цены. То есть, товарищ Кирилл, вы говорите, что выгодно, легально, вполне оформив лицензию и так далее, заниматься вот данным бизнесом, да? Степень маржи усиливается. Нет. У жителей северных улусов нет возможности оформить лицензию. Во-первых, я говорю, этим пытались заниматься в свое время, значит, Нижнеленская, да, и Кабдарахмет, Секутска, организовать, значит, ну, как бы, вот, экспедицию и там и так далее, и так далее, значит, да, и находить там какие-то объекты, это нерентабельно. Лицензия, вот мы еще раз говорим, лицензия, это, как бы, значит, ну, документ, который дает возможность собрать у населения. И вывести. И вывести. Да. В этом заключается, в общем-то, вот, маржа, получается, у тех, которые, значит, вот, имеют лицензию и возможность вывести его. Понятно. Законное основание. Давайте мы все-таки передадим слово еще до рекламной паузы, поскольку. Спасибо. Тем не менее, я добавлю коллег, потому что все-таки республика сейчас предпринимает те шаги, которые бы более-менее, вот как был правильно задан вопрос по телефону, ставят припоны. Тем не менее, по соглашению, которое было заключено между Федеральным агентством по недропользованию и между республикой, сейчас лицензии выдаем уже с 2016 года на 5 лет. Вот, то есть, если где-то в 2015 году, начало 2016 выдавали на один год, то есть не было возможности контролировать всего этого процесса в силу ограничений 294 ФЗ. То есть, под контроль не попадали эти участки недр для сбора объемния мамонта. То сейчас лицензии, если на 5 лет выдаются, то вполне возможно уже и провести какие-то контрольные мероприятия со стороны органов, федеральных органов и исполнительной власти. И продолжается работа все равно по отнесению этих участков к участкам недр местного значения. Хотя и были неоднократные попытки, вот уже Николай Дмитриевич об этом говорил, но все равно эта работа продолжается. Сегодня, если вот говорить, что используются где-то помпы и так далее в лицензиях, эта норма четко прописана. То, что используется только мускульная сила лопаты КЛО «ЛОМ» для его сбора. А то, что вот уже техника там пошла, мотопомпа, это, конечно, идет нарушение уже самого лицензионного соглашения. Более того, до конца текущего года мы должны разработать порядок информирования недропользователей в части того, что они, когда предоставляют свои отчетные, должны информировать уже по научному каким-то остаткам, которые представляют научно-исторический и культурный интерес в части именно коммерческого сбора. Это мы все пропишем в лицензиях. И более того, чтобы они проводили маркировку этого бивня, то есть по координатам, где был добыт, в какой местности и так далее. Вот это все будет проводиться и прописано в лицензионных соглашениях. Прежде чем мы перейдем цифрам, какой объем мамонта бивня вывозится из республики, давайте еще один телефонный звонок мы примем. Говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у меня такой вопрос. Вот бивни сдаются все вот китайцам один здесь. Скупают все китайцы. Даже те китайцы, у которых документов, даже российский паспорт нет. Кто это все контролирует? Ясно. Кто ответит на это? То, что основными скупщиками почему являются китайцы? Давайте я. Ну, у нашего управления еще есть полномочия в части согласования на экспорт. Приведу переменец. За 2016 год мы согласовали 23 документа на экспорт. Это где-то порядка 70 тонн было. И у нас тоже подключаются внештатные эксперты с Академии наук, и все материалы признаны достоверными, и они были согласованы. То есть потом и далее идет Москву, наш центральный аппарат, потом далее Минпромторговля России, соответственно, там выдается лицензия. И уже через федеральную таможню. Это странно, это в основном Китай, конечно. Согласен. У вас дополнение. Да, у меня дополнение. За 2016 год. На местах основным сбором занимаются местные жители, у которых нету вот лицензии на право сбора, да. Вот они в связи с этим не имеют права вывозить свой товар, например, в районный центр или в город Якутск не могут привезти. Поэтому вот, как говорили здесь, выступают лицензиаты, под свой документ скупают или могут перевезти за какие-то услуги определенную таксу. И, конечно, здесь, перевезя в Якутск, например, лицензиаты скупают по дешевой сене у местного населения, сами не добывая. Ну, многие есть, у некоторых большинства лицензиатов есть бригады, но они, вот как говорили, в стогу сена ищут иголку, да. Поэтому здесь это такой бизнес, что, да, тяжелый. Почему? Потому что человек не может определить, где может находиться этот бивень. Есть так называемые фартовые сборщики, у которых, например, лицензиаты скупают по дешевой сене, затем перевозят ее в Якутск. Здесь продают, вот как спрашивали нашим вот китайским товарищам. То есть здесь проводятся аукционы какие-то, да? Ну, аукционов такого нет. Здесь есть группы, например, китайцев и группы московских скупщиков, санкт-петербургских скупщиков, да, которые приезжают сюда в Якутск. Собственно, характер. Скупают здесь за наличные деньги. Из этих, вот из всего оборота ни одного налога не оплачивается. Вот, допустим, Китай здесь купил, подходит, допустим, этому лицензию, ну, предпринимателю или ООО, у которого есть лицензия, обращается к нему, те за услуги экспортируют по заниженной стоимости. Например, 100-120 долларов за килограмм. Гиджет такой цены. А реальная стоимость сделки, она остается в тени? Реальная стоимость, средняя цена, вот по подсчету мы вывели, это в размере 8-9 тысяч рублей. Откуда мы такие цифры взяли? Это за килограмм? За килограмм. Есть коллекционные, да, есть отдельно вот парные. Например, в пятом сезоне они составляли цену где-то порядка 35, ну, округленно я говорю, да. Первый сорт 18-20 тысяч рублей, третий 12, в районе 12, и дальше, вот, это второй 12, и третий где-то порядка. А сколько платят местным? Вот, ну, местные, местные, в смысле, там, на местах. Да, да. Конечно, их давят, давят последние, почему? Потому что они несут определенные риски, не могут привезти сюда. Если зимником отправят, то здесь много фактов, что останавливают на постах ГИБДД, проверяют, изымают. Были же случаи. Нет, если были бы, скажем так, заготовительные пункты, которые, кроме рыбового, оленину, также забирали бы... Ну, должны быть организованные приемные, выездные приемные пункты. Было, но никто из этих, значит, органов, которые через министерство сельскохозяйства пытались, значит, организовать, не получилось, да. Через министерство, значит, комитет по торговле, который, значит, в свое время было, значит, тоже пытались сделать, тоже не получилось. Поэтому, в общем-то, этот вопрос тоже, как бы, зависает. Потому что у государства нету, ну, как бы, значит, государственных, нет свободных денег, чтобы, значит, покупать. А, так, мы говорили еще до начала эфира, вот какой объем бивни выводится из России в целом, да? Вот давай еще раз озвучим себя. Вот я не согласен с тем человеком, который задал вопрос, что все скупают на корню китайцы. По данным Федеральной таможенной службы, в 16-м году из России было вывезено 52 тонны, 52,3, если быть точным, да. Из них вот 43% приходится на нашу республику, Якутию. Москва вывозит 12% от общего объема экспортируемых бивней, и Московская область 16%. Но происхождение тоже якутское. Происхождение ясно откуда, да, это якутское. Ну, Иркутская область там 230 килограмм, Чукотка 36. То есть на Якутии приходится 99% всех добываемых, экспортируемых бивней. Поэтому мы говорим, что наша республика единственный в мире регион, где ведется добыча мамонта в бивнях в промышленных масштабах. А что с этим бивням? Я понимаю, там шахматы урезаются тогда. Что еще делают из бивня? Я понимаю, что это более гуманный способ, нежели расстреливать слонов, да? Другое дело, что, конечно, вот больше 90% всех бивней, именно экспортируется в Китай. Конечная точка – это Китай. В 2012 году, значит, в Гонконге есть ярмарка. В Австралии, в городе Бризбен, был, значит, геологический конгресс, в котором мы со Смирновым Александром Николаевичем, это, значит, замдиректора института вне океан-геологии, значит, доклад сделали. Мамонтовая кость как фактор защиты слонов, конкретно. На тех цифрах, которые здесь добываются, значит, ну, средние размеры взяли, значит, сколько килограммов и, значит, вывели, сколько слонов мы можем защитить, ну, как бы, от этого истребления, ну, как заменитель. В этом смысле, вот, значит, вроде бы, значит, то, что официально там выходит, ну, как сказал Борис, значит, она все равно поставная, поставная. Лицензии все играют, все играют лицензии. Вот. В свое время, значит, этот господин Сукач с Красноярской область, края, значит, Хантемыра, 11 тонн завез в Якутию, значит, да, и оттуда, значит, стиксы вывез, и не смогли доказать, что он, значит, добыл, попал, значит, добыл в республики, а как будто он с Красноярского края. Хотя, вот, транспортная милиция провела расследование, ни один, значит, ну, 11 тонн, это же объем, ни один, значит, транспорт, такой объем, значит, мамонта и Кусти не завез. Вот, пожалуйста. Ну, легко отследить, да? Еще раз говорю, значит, где в мире существуют какие-то культурологические, какие-то там предпосылки, я просто хочу все-таки вот вбуриться в тему, да, кроме как стран Юго-Восточной Азии, где есть культура обработки мамонтовой, слоновой кости, это товар спросом не пользуется. Во всем мире, в большинстве стран мира, кроме Юго-Восточной Азии, спросом объем не пользуется. Именно поэтому идет Китай, там существует тысячелетнее культурное наследие. Да, культурологические предпосылки. Ну, в прошлом году, насколько я знаю, в Китае запретили ввозить слоновую кость из стран Африки. И живую слоновую кость, да? Живую. Это вышел указ 29 декабря, да? Нет, 29 декабря в прошлом году вышел указ. А вышел? Зачем? Ремесленники будут ориентироваться только на мамонтовую кость. Там ввели уголовное наказание за незаконный ввоз слоновой кости. Хотя еще в 89 году была введена Всемирная конвенция запрета охоты на слонов, но некоторые страны Африки это разрешали. Это пополнение стада. Под предлогом того, что если слонов слишком много становится, они вердят там пазвищами и так далее. Ну, по квотам, якобы. Значит, по квотам. Ну, я еще раз говорю, все-таки мамонтовый бизнес, если его считать вообще бизнесом как таковым, он все-таки гуманнее, нежели браконьерство где-то в Африке, да? Естественно, само собой. Да, и в этом отношении. И мы определяем, что конечными точками все-таки идут страны вот Юго-Восточной Азии, Китая, где развито искусство обработки вот и слоновой, и мамонтовой кости получается. Косторезная. Косторезная, да, получается. А развито оно и у нас. Мы еще раз говорю, почему мы должны играть на чужие какие-то... Давайте я вам расскажу вот насчет этого. Нет, насчет с 29 декабря вот с выхода указа госсовета КНР по запрету оборота слоновой кости. Вот как раз мы в декабре, декабрь, январь, прошлого года декабрь и нынешний год январь были в командировке, в ходе которого вот 29 декабря вышел указ о запрете, который вступил в силу с 1 апреля этого года. И запретительные мероприятия идут до конца этого года. Сейчас вот такое состояние, что пока госсовет еще не принял решение по замене слоновой кости от мамонтов имени. Поэтому сейчас в этом году еще неизвестно, как сложится данный бизнес. Но кодиумктуры есть. Но в Китае примерно по костерезной обработке, по производству были озвучены цифры 600 цехов, костерезных цехов 600, это по всему Китаю. Но в основном это Южный Китай, провинция Гуандун, провинция Фудзян. Это примерно составляет где-то от 6 до 7 тысяч костерезов, мастеров. Ну, они могут быть и речены по дереву, по камню и так далее. Но из них имеют примерно, как озвучили, где-то полторы тысячи человек с дипломами, с сертификатами. А сколько они смогут переработать? Вот эта вот толпа костерезов, сколько она может переработать? Ну, вот поэтому мы вышли на корпорацию по прикладному искусству Китая. Это государственная корпорация, центральное подчинение. Вот с ними заключили соглашение именно по мероприятиям по замене флоновой кости на мамонтовую. Данная корпорация согласилась с нами. И сейчас внесла госсовет КНР предложение по замене. Но пока решение госсовет еще не принял. Они думают, что будут под видом мамонтовой кости, будут также возить контрабандно слоновую кость. В 2016 году также Америка между штатами запретила вот оборот тоже слоновой кости. Хорошо. Давайте мы еще один раз прервемся на рекламную паузу и перейдем к завершающей части, где мы больше все-таки давайте уткнемся. Получается, товарища Колодежникова начали и обратно вернемся. Такую эдакую ронду совершим. Научные аспекты данного явления, потому что и социальные, как бизнес, и научные, они все-таки балансируют очень тонко. Реклама. И таким дедуктивным методом во время рекламных пауз мы пришли к общему, скажем так, заключению, что вот эти самые полторы тысячи косторезов Китая в год перемалывают порядка 500 тонн. 500 тонн. Перемалывали. Перемалывали. Со слоновой костью. Да, это вместе со слоновой костью. Из которых объемы вывозимого из России в прошлый год составило 60 с лишним тонн. 50 с лишним. 50 с лишним. Хорошо. Все-таки давайте мы незаслуженно забытый научный аспект еще раз, скажем, затронем. Потому что, ладно, вот социальный аспект. Это занятость населения, доходы населения. Это очень хорошо. Но все-таки это бизнес. А как вот здесь вот в этом бизнесе градирует наука? Вот мы начали с имиджевой политики. Все-таки надо исходить из того, вот если поставить на весы с одной стороны коммерческую часть, с другой стороны научную, имиджевую часть, то, конечно, имиджевая часть находится в науке. Потому что в целом, допустим, для Российской Федерации объемы, финансовые объемы вывоза мамонтовой кости это очень мизерно. Это мизер. И вообще, если быть вот нормально по-человечески подойти, надо создать все условия для того, чтобы местное население могло легально собирать, могло на этом зарабатывать, это тоже вот надо на это особого внимания обратить. А с другой стороны, конечно, научный аспект. И научный аспект сейчас, надо сказать, что ученые нашей республики, они, несомненно, занимают лидирующее положение в мире. И, поскольку, ну, объекты, они здесь есть, объекты первыми к нам попадают. И надо сказать, что вообще вот Северо-Восточный Федеральный Университет имеет прекрасную группу, которая работает по науке. Есть большая и серьезная группа ученых в Якутском научном центре. И вот в последние, будем говорить, годы внутри Национальной Академии Наук, Академии Наук Республики Саха-Якутия тоже сформировалась такая группа. Мы вообще работаем-то все вместе. У нас есть, конечно, какие-то там интересы, но в целом мы выступаем единым фронтом в области науки. И имидж республики, он должен слагаться в основном на научных достижениях. Нужно создать такие условия, чтобы все ученые мира и все туристы в науке, есть и научный туризм, приезжали именно сюда, к нам. Именно здесь они занимались. И надо сказать, что в этой части вот и Северо-Восточный Федеральный Университет, Музей Мамонта, они очень активно работают с иностранными специалистами. Наша Академия Наук очень активно работает. Вот недавно были мероприятия по изучению головы Юкагирского Мамонта. Вот приезжали специалисты из Японии, наши коллеги участвовали. Именно эти мероприятия, именно публикации, они создают вот эту имиджевую составляющую, имиджевую ауру вокруг. А вывоз мамонтовой кости, это тоже важный аспект, но это мощная такая социальная поддержка жителей нашей Арктики. И это надо, с одной стороны, надо для них это создать благоприятные условия, а с другой стороны, конечно... Вот все-таки взаимосвязано в том аспекте, что чем больше людей будет занято, скажем, добычей, тем больше будет научных находок. Да, это тоже есть. В этой части тоже должна быть какая-то заинтересованность тех людей, которые находят. Все старые находки были сделаны местным населением в основном. Новые тоже. Новые тоже. Потому что, значит, при этом должно быть, в общем-то, их интересы тоже, хотя бы морально. Вот называется, и украинский мамонт, именно, значит, как ее... По российским законам автор уникальной находки получает пять тысяч рублей. Всего пять тысяч рублей. По-республикански получает ноль рублей. Такого не должно быть. У местного населения должен быть стимул. И очень хорошо, что нам еще сообщают, нам дарят какие-то уникальные деревья. Кроме этого, имя, значит... Поэтому очень большое спасибо надо сказать местному населению. ...присоединено к доходке. Например, Слепцова, Куагинский, Мамонт, значит, Петрова, Сидоров и так далее, так далее. Я привру, Николай, вас, да, значит, в этом отношении вообще есть вариант. Вот последние, будем говорить, четыре-пять лет мы работаем по какой системе, вот Академии наук? Значит, мы заключили ряд соглашений с общинами и договариваемся, вот тот же Мамонт Юка, Мамонтенок Юка, да, значит, он остался в собственности общины Юкагир. Это их собственность. Мы не претендуем на эту собственность. Мы не выкупали этот объект. Но там, где он экспонируется, наряду с эмблемой Академии наук, всегда появлялся автор находки общины Юкагир. Более того, те деньги, которые мы зарабатывали на экспонатах этих, мы, ну, по соглашению, значит, почти половина уходила владельцу этой. Поэтому и появляется этот объект. Вот последний объект. Эти львята, они тоже, они, это не наше, это принадлежит определенному автору этого находки. И экспонирование этих объектов, он, конечно, принесет доход тому, кто нашел, кто является собственником. А есть ли спрос на экспонирование вообще такого? Ну, мы все видели ажиотаж вокруг головы, да? Да, ну, это вопрос непростой. Значит, честно говоря, вот последние санкции нас немножко подкосили в этой части. Но мы работаем и внутри республики. Вот мы очень грандиозную выставку проводили на первом фестивале русского географического общества вместе с северо-восточным. Такие памятовые выставки, анализ показал, что они прибыльны только в той же Юго-Восточной Азии. И сейчас на нас, мы ведем переговоры с японской крупной корпорацией об организации выставки только в 2019 году. Здесь я что хочу добавить. Все вот выслушали и все говорят, что основные находки находят вот местные жители. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться к местному муниципальному образованию наших северных улусов и населению наших северных улусов, которые хотят заниматься сбором или уже занимаются сбором, но у которых нету лицензии. Мы предлагаем следующее условие. Вот агентство по защите прав добычи скопаемой флоры и фауны предлагает вам такой вариант. У них есть свои участки, земли, но не имеют возможности оформить эту лицензию. Мы предлагаем заключить с нами договор о сотрудничестве. То есть агентство на свое имя оформляет лицензию и на основании этого договора на местах местные жители уже правомощным будут добывать, ну, вести сбор. И по результатам которого мы обязуемся по заключенным договорам рассчитаться по безналичному расчету. Тем самым будем пополнять и бюджет республики, бюджет, местный бюджет. Ну, здесь будет только республиканский бюджет, так как налоги, упрощенный налог или налог на прибыль это только вот региональные бюджеты. А по местным бюджетам только и НВД, по-моему. НДФЛ, если будем платить как налоговый, можем выступить как налоговый агент. За сборщика мы можем уплатить его налоги, как налоговый агент. В качестве стимула, да? Да, в качестве стимула. Почему стимула? Это уже на законных основаниях. Это его земля, но лицензия оформлена будет на агентство. Вот здесь это будет уже взаимное сотрудничество, на взаимовыгодных условиях. Тем более у нас сейчас с китайскими двумя крупными компаниями, одна ювелирная компания, но пока не будем говорить, уже мы выходим на контракт. И думаем, что где-то с конца июля или с начала августа мы можем уже скупать у лицензиатов или у местных жителей, у которых будет с нами договор по безналичному расчету. Это вот как раз будет выводить этот теневой бизнес на нормальное русло, на нормальную площадку. Ну, все-таки, на мой, опять же, дилистантский взгляд, вот этот окончательный синий данный вид промысла никогда не выйдет. Но только упорядочив мы можем сохранить. Я согласен, требуется упорядочивание, требуется причем мешательство, причем такое, достаточно эффективное с помощью кардинальных каких-то реформенных чуть ли не мероприятий. Но, хотя Николай Ильинич говорит, что был печальный опыт. У нас эфир заканчивается, я просто заканчиваю. Был печальный опыт формирования неких факторий, в которых принимали мамонтовую кость. Но чем все это закончилось, видимо, хотели как лучше. Да, получилось как всегда. Только в 91-м году, когда Национальный мамонтовый фонд был, когда, да, они создали на участках наших своих представителей, и в то время был бартер, и 15% оставляли, значит, от объема дохода. Николай Ильинич, у меня буквально 10 секунд остается, чтобы попрощаться с телезрителями. Еще раз говорю, интернет-версию смотрите на нашем сайте, НВК онлайн. И мы развернутые более такой комментарий дадим именно на нашем сайте. Увидимся ровно через неделю.